здравствуйте уважаемые зрители слушатели и прочие потребители подкасты к нам будет снова я артем липин в кадре вместе со мной мой соведущий андрей тимофеев привет всем да и сегодня мы говорим о главном фильме этого года ну ладно нам просто андрей очень не понравился этот фильм поэтому готовьтесь к потоку нелюбви а мы говорим сегодня о фильме мир юрского периода господство это третья часть новой трилогии во франшизе мир юрского периода или шестой фильм в серии фильмов о юрском периоде в принципе если коротко и не знаю сколько нужно говорить о сюжете что будут спойлеры но поверьте они вообще не важны эти коротко был фильм парк юрского периода он был гениальным про собственно про парк где живет динозавров спилберг снял динозавр выливается на свободу люди пытаются от него спастись вот собственно короткое содержание фильма при этом снят очень круто очень классно со всеми напряжением потом спилберг снял вторую историю чуть менее классно потом был снят 3 фильм уже не в его режиссуре и как-то и прошло история к миллионов лет да 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 и выкопали по риску периода 2015 году выпустили фильм в новой трилогии мир юрского периода где уже главную роль играл крис претт известный как звездный лорд из фильмов marvel к нему в пару дали брайс даллас ховард которая создание это было на самом деле первая большая роль но потом она тебя и в черном зеркале например проявил и в режиссерском кресле из каких-то серий мандалорца у нее шикарная роль в черном зеркале и классная серия вот и это про то как снова они решили сделать парк юрского периода и снова динозавр вырвался на свободу и снова людишки от него убегают и это было сделано чуть хуже чем оригинальная часть но достаточно интересно чтобы за этим наблюдать а после чего восемнадцатом году вышла вторая часть которая по-английски называется джерс порлд фон кингдом мир юрского периода 2 в русском прокате про то как динозавр потихоньку их вывозят из острова пытаются продать в акционном доме но все идет не по плану и девочка клон своей матери не спрашивать это важный сюжетный поворот а пускай динозавров потому что они же такие как я и вот третья часть под названием мир юрского периода господство чего ты ожидаешь тоже дождя завтра по всему миру ты ожидаешь как же они будут вместе с людьми но на самом деле эта история про то как злая корпорация выращивает геномодифицированную заранчу чтобы поедать поля конкурентов по производству зерна и оригинальные герои из первого фильма то есть это джев голду вам это сам нил это лора дерн они расследуют это дело с саранчой параллельно герой оригинальный герой сиквелов крис прет и брайс даллас ховард они пытаются найти свою дочку адаптированную дочку клона которую похитили потому что у нее важная генетическая информация в теле и вот в конце фильма они встречаются в заповеднике теперь динозавров где динозавра вырываются на свободу и людишки от них убегают я постарался как-то обобщить шесть фильмов в короткие две минуты но если что посмотрите не знаю в википедии сюжета если вам нужно более подробная информация в общем так андрей что ты думаешь не знаю по поводу всей франшизы конкретно третьей части ну франшиза я тут с тобой соглашусь первая часть это был фильм детства это абсолютно теплые воспоминания он вызывает и хорошая история и хороший посыл грамотный который в общем то она выглядит свежее чем последний фильм и потому что вопрос в общем то экологии которые поднимались в том числе и в первом фильме они все еще актуальны даже наверное больше единственное что привносит вот новый этот фильма с подзаголовком господство это вопрос про продовольственный кризис который так уж немножко неудачно срифмовался с тем что происходит на самом деле к сожалению не из-за динозавров но тем не менее вот а тогда фильм фильм очень плохой спасибо что были с нами увидимся через две недели потому что почему мне действительно но вот фишка в том я не знаю что о нем сказать но зато я знаю что сказать что мы посмотрели фильм в кинотеатре форум синемас в зале айсенс между прочим со звуком айсенс на шикарном экране и в шикарных креслах рекомендуем особенно для блокбастеров каким бы они ни были динозавры впечатляющие давай начнем с хороших сторон да да динозавр впечатляющие тем более что они использовались и джай и практические эффекты потому что они большие зубастые реалистичные и это здорово даже появились динозавры с перьями наконец-то да потому что как мы узнали еще из первой части современные птицы это потомки динозавра ну да но это бы кого известно было какое-то новое открытие что они все-таки какие-то их виды были с перьями такими условными вот нет мне не шутка про этот фильм в первую очередь есть такое понятие в сценарном смысле наверняка знаешь называется промы совы прамицы я не знаю как его лучше перевести обещание обещанного не как бы выполнение того что ты обещал началом фильма а ну да вот так это громоздко переводится не за это у снайдера в спасите кошку тоже кстати клёвая книга про слава искусства а в общем истории о чем что мы когда мы смотрим название фильма смотрим постер смотрим трейлер если мы смотрим трейлер и первые минуты фильма они нам дают какое-то обещание ну например мы включаем мстителей 3 и в самом начале мы видим злого фиолетового чувака таноса который легко избивает халк который до этого был самым сильным мстителям и мы такие ого это супер сильный враг и нам все нашим героем придется объединиться чтобы с ним сражаться и это и происходит как бы было бы глупо идти на мстителей 3 и ожидать семейную драму но не менее глупо было прийти на мстителей 3 и получить семейную драму мир юрского периода в этом плане невероятно проваливается на мой взгляд потому что что нам обещали во первых мир юрского периода что уже два фильма не выполнялась это всегда был в начале парк очередного там аукционный дом мы не выходили в пределы мира а теперь это еще мир юрского периода господства и да есть какие-то сцены с динозаврами в мире там есть особенно в конце где там и гуанодоны бегут с лошадьми на этом в самом начале где прет загоняет тоже динозавров с помощью лосо и лошадей это как бы если бы из этого состоял фильм было бы офигенно то есть он был бы глупым конечно это было хотя бы забавно и запоминающиеся но в итоге мы опять возвращаемся к ограниченному пространству заповедника теперь и это не мир не это парк юрского периода же не парк юрского периода это заповедник юрского периода я бы добавил что по части жанра вообще первая половина это такой шпионский боевичок достаточно ходульный не очень успешно сделанный но действительно герои путешествуют из одной точки в другую нам сначала показывать всякие довольно живописные кадры каких-то рынков подпольных каких-то бандюганов все это так экзотически выглядит и такое что это джеймс это джейсон борн новый или джеймс бонд кстати эта часть вот именно та сцена в в мальте они были это на мой взгляд самое удачное что есть в фильме она опять таки она хотя бы забавная но утилизируется она наверно было бы как-то живучи а здесь мне кажется то есть это не ну вот это как раз то к чему то о чем ты говорил это не то зачем я пришел в кино вы но это не тот жанр это я ожидаю вот ну первый парк юрского периода это вот ну спилберг огромный на самом деле умелец делать детское кино семейное кино потому что например ну вот я разговаривал с одним там киноманом он говорил у него в девяносто третьем году вышло казалось бы два абсолютно взаимоисключающих фильма это парк юрского периода и список шиндлера и вот мой товарищ говорил что ты сравни взгляды детские которые смотрят на тирекса который проходит мимо и им нужно замереть чтобы он не заметил и взгляды детей которые прячутся в туалете во время ликвидации варшавского гетто это один и тот же взгляд то есть вот спилберг это такой художник для детей в какие бы страшные он их ситуации не где бы они не находились да вот и вот здесь конечно этого нет совершенно есть какая-то героиня ребенок уже с кризисом идентичности которая там не верит и вот это вот я не верю абсолютно то есть я не то что ребенком не смог бы с ней сопоставить себя даже взрослый не могу себе снизу вот еще понимаешь в чем дело с этим ребенком в принципе мне актриса ну понравилась но она играла так адекватно хорошего нормального ребенка на история вокруг нее то есть у нас вначале есть на что закладывается ее крис прет и брайс даус ховард я даже не помню героев претт и ховард держат ее в доме не выпускают ну там как бы по лесу погулять потому что она важный ну за ней охотятся потому что в ее клетках спрятан там всякие генетические открытия окей при этом она понятно у него подросткового возраста она хочет убежать это накладывается на это плюс еще так как она клон у нее кризис идентичности как правильно сказал и у нее вот это прям закладывать там даже есть фразы я не знаю кто я после чего проходит фильм и в самом конце фильма мою когда я в конце видим или там как бы там что-то доктора что-то на ней работают и показывают на про это с хор таки это твои родители и он смотрит на них и там какая-то музыка это к да это мои родители окей но ты так и не выяснила а ты кто единственное что она выясняет что ее мама и и действительно хотела а не это не был научный эксперимент она действительно хотела дочку но заодно и как бы зачем ей мужик если можно клонировать ну как бы и заодно вылечить там всякие штуки окей но это не отвечает на ее как бы сюжетную линию а это единственный персонаж у которого вообще могла быть какая-то сюжетная линия эти двое уже во всем разобрались просто еще дочку в конце ее находят эти трое тоже разобрались и в конце и просто пытаются найти лакустов и находят он саранчу это единственное что вот у сэма нил и лордерн опять любовная линия ну в третий раз третий раз ну там в первом парке она такая условная там не мне сказал что вверх выраженная любовная линия но да вот в очередной раз но выдавайте по третьему кругу но это вопросу о том это вообще отдельный дел о том что мне кажется современные киноделы не очень умеют прописывать счастливые отношения потому что даже вот эти про это ховард они в первой части сошлись во второй части разошлись снова сошлись но в третьей части остались вместе но там особо взаимодействия у них нет вот так что как-то не знаю и все это как сделано неумело и главное динозавры там не нужны вот что самое страшное я бы выделил на самом деле но кроме динозавров есть на самом деле саранча которая если честно достаточно впечатляющим выглядит то есть это конечно переводит уже наверное в больший сегмент фильмов ужасов такие были дешевые я помню их показывали на канале рэн тиви по понедельникам вечерами типа там фильм крысы или мухи или там пиявки вот и вот сразу животного нужно ну да 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 и вот саранча она же действительно выглядит но саранча в принципе довольно страшные для человека воспринимается тут она огромная черная вот и их появляется много но да как только это переходит в разряд такой либеральной повестке то есть вот эти вот так как мы превратим не но просто когда вот тут начинается все зло от корпораций они там все ну то есть то что корпорации нам помогли справиться с коронавирусом как бы изобретя свои вакцины они же коронавируса запустили андрей ты забываешь об этом ну ладно вот и просто мне это напоминает была такая игра life is strange в третьей части там тоже была злая корпорация и ей противостояли конечно же три подростка которые конечно же при этом еще и курили траву и они были такие хиппи то есть я благодарен к витинута арентина у которого хиппи в однажды в голливуде показаны наоборот совершенными уродами моральными придурками убийцами садистами все и вот все такое тебе нужно south park посмотреть с картманом прям я это была смешная серия да ну слушай это же как бы вообще мне так кажется что они пытались ну когда ты снимаешь трилогию основанную на как на чем-то великом в прошлом ну как бы звездные войны например тебе страшно отходить от канонов то есть у нас если звездные войны брать то у нас первая часть это повторение оригинального фильма по большому счету первая часть чего вот да справедливо звездные войны седьмой эпизод 2015 года вот проклятый год был но он как бы похож очень на оригинале звездного на четвертый эпизод где с люком скайлокером очень во многом но какими-то минимальными изменениями которые подводят к ну к новому историю потом выходит последний джедаи который я лично люблю я понимаю что не всем он зашел но в любом случае это была попытка уйти сделать что-то новое народ наполовину принял создатели испугались и сделали девятую часть попытку вылилить обратно опять в патин опять там старое самое все по-старому опять новый дарт вейдер переходит на добрую сторону все короче как было и это тоже никому не понравился забавно что 9 эпизод писал колин трэвера у ну со писал у него был оригинальный царь который сильно поменяли это который режиссер на журасик города и 3 вот доминиона так вот и в этом фильме они тоже они выпустили первую часть которая была по многом парк юрского периода только с новыми эффектами и новыми героями и да ну и поэтому она в принципе удалось то есть она была конечно хуже но там были забавные моменты там были вот эти военные злые опять-таки корпорат как вы не тоже корпорации а вот этот миллиардер который воодушевлен своей идеей и поэтому не замечаешь него под носом творится какая-то черный вот а потом в 2 3 части они побоялись что-то новое придумать у них опять злая корпорация злая корпорация и во второй в третьей части это как бы ну стигма всей серии этот вопрос мне кажется нет не столько в корпорации сколько к тому что они не готовы чё-то новое придумать ну вот не знаю потому что ты говоришь про сейчас говорил опять про первый фильм ты говорил про новую трилогию или про старую джурасик в ролд ну я имею ввиду злая корпорация была именно в новой трилогии да 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 потому что в парке там был скорее просто продолб ученых тогда мне было злодея как такового там было как бы наука запутавшиеся которая вот там не стоит значит обычным ну обычной природе противостоять все идет так как и должно природа знает лучше что-то вроде такого nature finds a way да ну что шартем расскажи что ты посоветуешь посмотреть да так как действительно фильм не не понравился и вообще я в детстве очень любил динозавров но я не могу вспомнить каких наших фильмов про динозавров которые были бы неизвестными при этом вау каким крутым я пошел другим путем я считаю что и это большая ошибка мира юрского периода что они не воспользовались примером другой трилогии на основе тоже великого и памятного культового даже в каких смыслах фильма я говорю о трилогии новой трилогии о планете обезьян первая часть собственно rise of the planet of the apes потом домов до новый план потом rise of the planet of the apes и потом ворфу короче да в общем вся трилогия 2011 2017 годы это прекрасный пример того как делать как это называется сиквелы не напрямую но учитывая как бы относя дань уважения оригиналу это три очень разных фильма но все связанных конечно едиными героями если первая часть она тоже вот про что может делать что не может делать наука о правах животных в каком-то смысле и а то о нашей ответственности за тех кого мы приручили вторая часть это про столкновение двух разных культур и про можем ли мы найти общий язык по большому счету с враговым и очень интересный взгляд на эту проблему на мой взгляд ну и третье такой же больше поступок апокалиптический военный фильм который тоже крутой драмы внутри это же соотношениями между врагами и тем как мы можем ли мы найти вот это единение но через вот призму же и идущий войны что конечно в наше время особенно к сожалению актуально в общем я очень советую эту трилогию потому что она во первых очень классно сделано с технической стороны да и энди серкис который известен конечно в первую очередь как голлум играет роль вот главной обезьяны цезаря и он опять таки вот это развитие персонажа которая видно как из такой маленькой обезьянки ничего еще такой ребенка по большому счету он превращается в начале воина потом в революционер потом в правителя в отца это очень классное следование и с режиссерской точки зрения потому что вторую третью части трилогии снял мэтт ривз который в этом году выпустил очень куртого бэтмена в общем это как раз про то что не нужно то есть это берется вот эта идея что что будет если планета будет если человеческая цивилизация будет порабочена обезьянами ну или по крайней мере появится новая цивилизация обезьян но берется другой угол если в оригинале там был люди которые прилетали на другую планету потом там были еще возвращались и так далее то здесь это вот конкретно развитие без всяких без всякого космоса просто что может произойти в общем я под большим впечатлением этой трилогии и особенно как это перекликается с мир мирского периода который очень неудачно на мой взгляд зашел на территорию вот таких сиквелов и попытался вроде и сохранить ту историю что-то свое сделать но не до конца и не мог выбрать что сделать вот тут делаем свою историю но с оглядкой конечно на мастерство предыдущих лет в общем да поэтому очень советую вместо мира юрского периода вместо динозавров посмотреть на обезьянок они к нам и ближе и сделано чуть получше я согласен на шикарная трилогия я если честно не считаю третью часть очень крутой но вот первая и вторая мне да очень понравились ну кстати вот оценки кинокритиков и зрителей с тобой не согласна у них мне кажется первое хуже всех а вторая и третья не примерно зара выше но третье тоже очень высоко там 90 процентов не первая понравилась больше всего там и крутая история ну ладно мы в общем каждому своё видите в этом и крутость что там если в опять-таки мир русского периода там все три фильма они по сути про одно и то же а то тут вот каждый выберет что ему ближе да ладно возвращаясь к нашим в общем да я как-то вспомнил что в принципе впервые за долгое время я боролся с желанием прямо выйти из зала то есть ну вот настолько плохо что обычно вот это мне не свойственно я как-то если начал смотреть читать играть мне нужно закончить до конца и вот здесь я прямо чувствовал ну вот насколько я неправильно трачу свое время то есть но очень больно видеть как голливуд как бы докатывается докатывается до такого особенно имея такое большое культурное наследство от про отцов создателей первого фильма и еще мне кажется нужно это конечно прикольно снова видеть на экране там и джеффа голдблема и сэма нил и лору дерн но когда джефф голдблем начинает очень неуместно шутить с этими отсылками к первым частям там и про рубашку шутка и его какие-то просто гэги но это выглядит как-то как-то не знаю вот кстати я тут с тобой не соглашусь вот почему я с тобой согласен что это выглядит неуместно но это как раз таки потому что создатели фильма не просекли что они делают потому что ты либо делаешь серьезный фильм но тогда будь добр делаю хорошо с хорошей продуманной историей тогда ну как например вот опять-таки трилоги планеты обезьян то есть как бы в идее это какой-то трэш и китч обезьянки создали цивилизацию теперь дерутся с людьми это звучит как какой-то вот палп-фикшн в мягкой обложке в метро купил вот и либо но в если сделать это с хорошей историей классами персонажами то это будет выглядеть классный хорошо пятки вот понятно без с мира мирского периода они попытались туда пойти но у них не получилось у него другой столь другой способ сделать такой кэмп сделать ну подмигивать зрителю говорит но мы все понимаем что здесь происходит и это был бы вариант и вот как раз когда джофф голдвум появлялся и он такой ой у тебя что динозавр на спине он такой даунка типа бывали вещи стране и такой ха ха ну забавно потому что он как бы понимает в каком фильме он находится и вместе со зрителем стебется над этим и это не всегда хорошо но конкретно вот в этом фильме если бы они в это ушли мне кажется это хотя было бы интересно смотреть это не то чтобы так плохо что хорошо но это было бы знаешь такое легкое времяпрепровождение ты такой ай у них ну знаешь там если бы не динозавров посадили на мотоцикл и но это выглядело был очень глупо ну ты такой ну ты бы запомнил мы с тобой говорили перед началом запись что для тебя это серый фильм что ты ничего особо не запомнил я запомнил свою нелюбовь к очень многим моментам но так бы ты хотя бы у тебя было бы что ты джофф голдвум который такой о природа найдет путь и в этот момент динозавры по навигатору едут не знаю в цельности же понимаешь какие такие вещи а в итоге у них там все супер серьезные только джофф голдвум пытается шутить и поэтому это выглядит неуместно но полная серьезность тоже была бы неуместной как например вторая часть ну как и ну в общем да в каждом там какой бы то это серьезное кино не делал всегда оставляя и пространство для шуток и все такое но вот не знаю мне кажется ты как любишь находить более серьезные глубины чем они там присутствуют но возможно ты прав то есть в принципе мне это теория по крайней мере кажется симпатичной и интересной вот и выручая артем потому что как я и говорил я не знаю что и вот еще продолжать говорить мне главное кажется что мне кажется что мир юрского периода особенно третья часть она не она не очень поняла для кого она она для новых молодых любителей динозавров тогда зачем тут оригинальная троица причем в главных ролях у них полу фильма им то есть во второй части там джофф голдвум просто появлялся ну камео почему бы и нет а тут это половина фильма им посвящена хотя люди там за не знаю определенного возраста не знаю даже кто это и так кто такие но джоффа голдвум помимо маке но в целом а вы для любителей оригинала вы хотите вот им показать как их мир развился через какое-то время окей тогда почему вы делаете то же самое вы же понимаете что эти люди видели паркерского периода несколько раз то есть опять таки я не против повторений в как таковых и каких-то аллюзий и омажей но не три фильма же подряд а вы делаете как бы серьезную кино серьезную драму с этическими вопросами и проблемами ну тогда почему у вас общение с динозаврами сводится вот к этой руке и взгляду почему-то в первой части там обговаривается что это генетический там у я самого детства с ними тёрся об них чтобы они запомнили мой запах и все равно не через раз слушаются только третья часть это любому динозавру делаешь вот так вот и он успокаивается и опять-таки вопрос не в сюжетных ошибках это меня никогда сильно не волнует вопрос в том вы что делаете у вас какой идея фильма серьезная и все-таки и листебная и там такая развеселительная если вы делаете веселый фильм тогда вот эти все серьезные лица про продовольственный кризис и про борьбу корпораций с независимыми фермерами и про использование динозавра как оружие и так далее все это и все вот это непонимание чего ты хочешь сделать накладывается на персонажей которым никому не прописано ничего кроме откровенных злодеев причем второстепенных злодеев вот прекрасная актриса которая использовала персонаж который использовал лазеры чтобы наводить динозавров на цель вот эта идея она же степная она клёвая что-то где в детстве но с котами а но вода вот такие таких бы идей побольше это было бы очень классно а так в итоге у нас там есть это персонаж которая видит как девочку передают и она ничего не говорит а потом и становится стыдно и она помогает и за это получает самолет окей автомобиль да 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 это было больше смешно или этот опять таки этот ученый который играет беди вонг звук от его хенри ву кажется который один за немногих кто с первой части вернулся и он был во всей во всей трилогии мира юрского периода он в первом мире юрского периода он весь такой ученый который готов со злыми корпорациями заключать сделки только чтобы он мог развивать новые какие-то штуки во второй часть он продолжает работать со злыми бизнесменами чтобы ему тоже продовозволили создавать новые какие-то виды динозавров и в третьей части он такой о боже саранча ест пешеницу я должен убить всю саранчу и его ему разрешают говорят да пожалуйста и он просто гуляет по пшенице убивая саранчу то есть опять и и ты такой если бы это был ну фильм ни на что не претендующий без проблем но вы как бы делаете драму серьезные высказывания что вы тогда высказывать и вот в этом мне кажется основная проблема что для веселого фильма слишком серьезно слишком много о себе думает из слишком серьезно к себе относится а для серьезного фильма вопрос плохо сделан его в дело не в динозаврах и не все джай и не в крисе претти как таковом а вот во всем вот это поэтому не советую смотреть не в дни вида фильме всю трилогию в целом разве что может быть первый фильм если вам хочется динозавров помоднее но это все второе мне показалось тоже на самом деле ну то есть я ничего не помню этого фильма но я помню что я от него вышел в принципе плохо неплохо не так но совершенно другое совершенно другое ощущение у меня вызвал другой фильм рекомендация моя рекомендация да и в принципе я скажу даже больше это самое мощное кино которое я видел за последние наверное полгода год а возможно и больше это фильм украинский я в последнее время в принципе решил посвятить время посвятить время извините за тавтологию украинскому кино оказалось там огромное количество абсолютных бриллиантов которые к тому же мало известно и это в принципе мое любимое дело смотреть что-то шикарное в принципе поглощать что-то шикарное чтобы большинство людей в принципе либо не знает Либо не так любят В общем, это фильм Режиссера и сценариста Натальи Ворожбит Это украинка, которая Достаточно долго работала в России В том числе, например, она была сценаристом На сериале Валерия Гагерманик и Школа И еще на нескольких проектах После 2014 года Я уверен, что она прекратила Какие-то отношения с Россией И в 2019 году Выпустила потрясающий фильм Который называется «Плохие дороги» Фильм, снятый при этом Преимущественно на русском Потому что он говорит о вот этой вот Линии соприкосновения на Донбассе То есть большинство персонажей Там говорит на русском Есть персонажи чистые украинцы Но основной язык это все-таки русский Фильм, наполненный Глубокой национальной болью Это национальная травма Которая продолжается не первый год И в этом году переросла В еще более кровавое продолжение Фильм основан на ее же пьесе То есть изначально это театральная история И в принципе так и есть Там четыре новеллы Каждая из них состоит из двух-трех персонажей Которые находятся на таком плюс-минус Замкнутом пространстве Хотя иногда это открытое пространство Но при этом персонажи там настолько Друг к другу связаны Что вынуждены Ну, они не могут никуда уйти Кино безумно мощное Кино сложное Его достаточно трудно смотреть Никакой поэтизации войны Никакой гламуризации войны Там, конечно, не будет Я посмотрел фильм украинский Который вышел в этом году Он называется там Снайпер, белый ворон Где все-таки была Ну, такая, типа Типа девятая рота То есть Героическая история Да, что-то гламурненькое Что-то красивенькое Там слоу-моушен Музыка, как у Ханса Циммера Что-то такое В плохих дорогах такого не будет И это, кстати, была Заявка от Украины на Оскар Верх режиссуры Верх актерских работ Верх монтажа Верх, в принципе, вот Художественного киношного высказывания Равнодушным остаться невозможно Поэтому, да, рекомендую Если вы, в принципе, хотите Больше узнать о тех глубинных процессах Которые проходили в Украине Еще до начала полноценной войны Рекомендую Плохие дороги Фильм Натальи Ворожбит Потрясающий Тем более Лучше Мира Южского периода 3 Несомненно Если мы ставим их в один ряд В общем, да Спасибо, что смотрели Слушали нас Напомним, что мы теперь есть И на Спотифай Вы туда обязательно заглядывайте Но, конечно Там не будет Наших прекрасных лиц И свитшота Спаркс От Андрея Поэтому у нас там мало просмотров Прослушивание Ну, знаешь ли Будет Все будет А пока мы с вами прощаемся на две недели Спасибо Пока Спасибо вам Пока Субтитры сделал DimaTorzok